На приеме у заместителя начальника управления экономики Брестского горосполкома Натальи Конецкой, которая взяла на себя функции специалиста защиты прав потребителей, брещанка Мария Царева. Вопрос, который вынесен для обсуждения, неприятный, но, как уверяют специалисты, вполне решаемый. К первому сентября Мария вместе с мужем делали ремонт в детской комнате, а для того, чтобы их семилетнему Владиславу было не только красиво, но и удобно начинать свою школьную жизнь, заказали стильную мебель, которую ждут уже четвертый месяц. Обратилась в Брестский горосполком на недобросовестного производителя, заказала комплект мебели в спальню, ребенку, к первому сентября, стол, полки. А в итоге, вот, заказала 19 мая, и в итоге по сей день он мне не поставил ничего, ни деньги не вернул, ни стол он мне не поставил. В общем, на первое сентября мы остались без мебели. Вот, обратилась в Брестский горосполком, спасибо большое, он мне помог, разъяснил, помог составить претензию, и мы с этой претензией пойдем уже в суд, потому что индивидуальный предприниматель не реагирует вообще ни на какие просьбы и уговоры поставить мне мебель или вернуть деньги. Ситуация, где также были потрачены деньги, время и нервные клетки, случилась и у других заявителей. Они попали в лапы мошенников, находясь в очень уязвимом положении. Одна из них – Вера Лисовец. В 2022 году не стало ее спутника жизни, и женщина обратилась в общество с ограниченной ответственностью «Империя гранита», чтобы заказать и поставить памятник. Срок изготовления был назначен на 10 июня 2023 года. Как вы понимаете, до сих пор ничего не сделано. Было звонков, я не знаю, может 100, может 200 с моей стороны. То есть завтра, послезавтра, в четверг, в пятницу. Вот у меня даже есть голосовые сообщения, они до сих пор сохранились. «Ваш памятник отдан в работу, приезжайте во вторник, приезжаешь, никого никогда нет». То есть застать было невозможно. Это просто дело случая, если вот кого-то там приезжаешь и кто-то есть. Ну, закончилось вот общество защиты прав потребителей. И когда вот я обратилась к Наталье Николаевне, она мне четко-четко сказала, первое, второе, третье – это принести, это сделать к терракопию, сюда позвонить, ко мне приехать. И все, и все. Закончилось у нас дело судом. Она представляла наши интересы в суде. Вот. Ну, суд решил, конечно, в нашу пользу и материальные там затраты, и моральные, и все на свете. На тех же недобросовестных горе предпринимателей с озвученным названием «Империя гранит» наткнулась и семья Яковлевых, для членов которой эта ситуация стала роковой. У нас из-за этого, в свете всех событий, умер папа. Две недели назад орденоносец, ветеран Афганистана, подполковник запаса Яковлев Фиктор Григорьевич. Мама тоже в плохом состоянии из-за этого находится. А суть в чем проблема была? У нас умер близкий родственник, брат моей супруги, и ребенок этих пожилых людей, родителей, жены. Мы заключили договор с компанией «Гранит» на изготовление памятника. В течение года работы не проводились, договор уже даже истек по временным рамкам. Мы без образования юридического лица думали, куда, как защитить свои права. Он не возвращал деньги, не производил установку. 10% сделал и на этом каждый день, через день, каждый говорил, что завтра, 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 завтра. И такими завтраками в скором времени Александр стал сыт по горлам. Он решил, что дальше так продолжаться не может и обратился за помощью. Оказалось, что он был не одинок. В милицию начали поступать жалобы от граждан, которые пострадали от мошеннических действий. Установлено, 39-летний директор и 42-летний заместитель директора Брестской фирмы предлагали услуги по изготовлению и установке изделий из гранита. Получали предоплату, но договорные обязательства выполняли частично. За два года они завладели денежными средствами 70 граждан на сумму почти 400 тысяч рублей. За мошенничество в особо крупном размере им грозит до 10 лет лишения свободы. Но всеобъемлющую помощь пострадавшим людям оказали в Брестском горсполкоме, где смогли совместно разобраться во всех нюансах, правильно составить судебный иск и поддержали на самих заседаниях. У нас, наверное, самое крупное, оно освещено в прессе. Было предприятие, которое изготавливает памятники. Огромное количество людей. С памятниками у нас в этом году вообще большая проблема. Если рассматривать обращения по другим исполнителям, их тоже достаточно. Но, к счастью, со многими у нас получается регулировать в досудебном порядке. Это одна из функций горсполкома – регулирование в досудебном порядке. То есть, когда исполнитель или продавец все-таки готов исполнить свои обязанности, исправить ситуацию, вопрос решается в досудебном порядке, и он не доходит до суда. И таких дел разного масштаба, но без исключения имеющих большое значение, достаточно. За шесть месяцев текущего года количество исков, составленных по вопросам защиты прав потребителей – 27. 24 из них рассмотрены судами и выиграны заявителями. Если это брать деньгами для людей, в прошлом году у нас по искам было 500 рублей, на данный момент – 145 тысяч. Ну, разница чувствуется. В принципе, из-за того, что горсполком сейчас активно работает в судах, изменилась в корне ситуация с досудебным регулированием. То есть, те субъекты хозяйствования, которые, может быть, тянули бы, думали вернуть человеку деньги, не вернуть, когда они понимают меры ответственности, потому что, когда горсполком выступает с иском в суд, недобросовестный исполнитель платит полную сумму, которую выиграют для потребителей, он такую же сумму штрафа платит. И у нас было достаточно много случаев, когда объясняешь просто исполнителю или продавцу – вы здесь не правы. Обосновываешь, почему не правы, и предлагаешь все-таки решить вопрос досудебно, разобраться, чтобы не было необходимости применять более жесткие меры. Ну и, соответственно, у нас досудебное урегулирование. Если в прошлом году было 13 тысяч на данный момент, то сейчас 48 тысяч досудебного урегулирования. Итог такой. Всегда, без исключения, внимательно читайте те документы, которые подписываете, особенно то, что идет мелким шрифтом. А предприимчивым в кавычках дельцам напоследок процитируем народную мудрость. Воровское стяжание впрок не пойдет.